Привет всем вышим! И да, мы продолжаем смотреть на новую планету под названием Танос 6, которую совсем недавно нам добавили в нашей игре Рагнориум. Игра по-своему замечательная, в ней довольно много механик, и я настоятельно вам ее рекомендую. В прошлый раз мы только заселились на новую планету и начали осматривать ее, как-то застраиваться, поэтому, что ж, давайте продолжим. Так, ну, вообще я бы, может быть, создал Аксуара. Так, раз, два, три. И, наверное, все-таки нам придется рубить дерево. Так, подожди, ну не вот это, наверное, а вот это, потому что у него запас, ну, давай скажем, прочности куда выше. Так, ну что ж. И да, у нас нет аптечки, это тоже не очень хорошо, и с этим что-то нужно делать. Так, что у нас тут есть? Подожди, кто-то сражается? А, нет, это обычная пчела прилетела. Видимо, захотела посражаться и получила затем то, что зачем она пришла. Так, в любом случае, мы можем... Так, подожди-ка, запах. А, что тут? Капсула навыка. Здесь у нас какой-то новый столик или что это? Угу. Так, либо мы можем... Даже не знаю, куда отправиться, потому что на нас еще бандиты не напали. И меня это как-то настораживает, потому что они уже должны были быть тут. Так. Ладно, давай тогда. Может быть, соберем какое-нибудь легкое задание. Мне кажется, вот... Что же из вас легче будет выполнить? Вот это, по идее, не требует каких-то усилий. Поэтому давай отправим туда своих жителей. Сначала посмотрим... Охренеть, не встать! Бандиты? Ты издеваешься? Я надеюсь, это не эти на меня нападать будут, потому что... Ну, у них какие-то здоровенные палки и... Довольно много здоровья. Так, я с ними не справлюсь. Давай тогда отменим задание. Я не смогу туда выйти. Так. Что у нас есть? Ну, вообще, можно было бы... Что же сделать? Давай, наверное, вот это сделаем. Так. Ну, а тут уже, видимо, полегче будет. Да, куда легче. Тут нету противников. Ну, как нету. Там есть пчелы, но пчелы не представляют из себя какой-то угрозы. Поэтому я, наверное, не всех пошлю на это задание. Вот только некоторых. Отлично. Ребят, что? Подвигайтесь. Так. Так. А мы тем временем можем посмотреть и сделать что-нибудь более интересное. А именно... Так, что у нас с этими? А, не хватает древесины. Не хватает древесины. И почти все наши жители отправились на задание. Один у нас спит на базе. Вообще, мы могли бы сделать новую комнату отдыха. Ну, как новую комнату отдыха. Ну, как новую комнату отдыха. Ну, нашу первую комнату отдыха. Давай скажем так. Так. А для этого нам, получается, нужна еще одна стена. Так, наверное, кровать у нас будет находиться вот тут. Так. Так. Довольно большая комната получается. Но, знаешь... Вообще, вот именно четырех клеток, я думаю, вполне хватит на хорошую, приличную комнатку. Можно было бы делать из двух клеток, но две клетки хватает, ну, прямо, скажем, впритык. Поэтому лучше делать на четыре сразу, чтобы потом мы не парились. Хотя, знаете, самое неприятное, что... Рано или поздно каждый из наших жителей захочет свою собственную комнату. И вот тут как раз-таки начнутся все проблемы. Так. А почему они не собирают яблоко и вот это вот все? Мне интересно. Подожди. А, вот. Мы не знали задания. Ясно. Так. Отлично. Получил кто-то уровень. И теперь мы можем дособирать какие-то ресурсы. Вообще, судя по всему, наши жители довольно быстро потребляют пищу. Хотя, слушай. Сразу в следующую комнату, где будет кровать. Хотя можно было бы поступить как-то иначе. А, сделать симметрию комнаты. Но... Я даже и не знаю. Вообще, в принципе, да. Можно было бы сделать симметрию комнаты и как-то уже поразмыслить над этим делом. Как именно нам отстроить свой первый дом. Свой оплот надежды, скажем так. Так. А древесина у нас... Что тут? Ну да. Древесина мне нужно много. Плюс... Мы же все-таки сейчас делаем аксессуары. Это, получается, амулет, который они оденут. Так. Смотри. То есть, вот. Получается у нас первый житель. Второй житель. Отлично. И третий житель. Хотя, знаешь, я бы сделал клона, который при потреблении еды восстанавливает себе гораздо больше запаса жажды. Ну, точнее, не жажды, а голода. И это позволило бы нам, ну, кое-как экономить. Потому что сейчас они потребляют, судя по всему, довольно много. Так. Смотри. То есть, тут можно было бы им сказать уже собирать листву. Оп. Все, собирай листву. Отлично. И... Погоди-ка. То есть, он сделал третий амулет. Который сейчас у нас как раз-таки пойдет в дело. И мы, наверное, оденем. Так. Отлично. То есть, теперь у нас... У трех. У наших жителей есть амулеты. Которые прибавляют им сколько? В две-три единицы здоровья. Ну, знаете, в принципе, все лучше, чем ничего. Так. А тут у нас... Новое событие. Угу. То есть, увеличивает шанс появления у колониста шляпы. А шляпа — это некая принадлежность к какой-то специальности, которая увеличивает его, ну, скажем так, деятельность. Так. То есть, он у нас может лучше собирать древесину, что-то создавать. Ну, в общем, все в этом духе. Так. А тут у нас, смотри. Колонисты получают урон. Либо... Слушай, ну вот это звучит довольно странно. То есть... А, то есть колонист получает больше урона от противников. Не, ну вот такое нам точно не нужно. А вот давай, может быть, тогда... Я даже не знаю. Давай все-таки повышенный шанс появления специальности у наших колонистов. В принципе... Опа! Сразу появилось у одного из наших жителей. Что ж, неплохо. Давай тогда, может быть, кто-то из них начнет что-то создавать. И, опять же, кто-то у нас получит специальности. Так. И, наверное, бинты. Давайте, собирайте бинты. Что-то делайте. Хотя, судя по всему, сейчас они у нас там дровосеками. Сборщиками. Ну, с другой стороны, а почему бы и нет? Почему бы действительно и нет? У нас... Сейчас, вроде бы как, все довольно неплохо. И мы имеем хороший шанс прожить еще один день. Так. А я бы, может быть, все-таки отправил их на какое-то задание. Ну, смотри. Вообще, в принципе, можно было бы их вот на это задание отослать. Только сперва надо посмотреть, что там вообще такое будет. Нет, 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 нет. Туда мы точно не отправимся. Потому что вот тут у нас есть... А, какие-то бандиты с палками. И я еще не готов с ними сталкиваться. Поэтому давай, может быть, вот на это задание отправимся. Ну, и опять же, нас отправили туда. Нет. Пожалуйста. Давайте в другую сторону. Так. Ну вот. Смотри. Наконец-то нас отправили в другую сторону. Через вот эту вот огромную, я не знаю, пулю. Так. И да, бежать, конечно, далеко. Но тут куча-куча мух. Куча мух. Различных. И вообще, в принципе, мухи не представляют какой-то опасности. Но я, наверное, отправлю, хотел сказать, всех своих жителей. Но нет. Всех жителей я не могу отправить. Поэтому отправлю... Что ж. Избранных. Ну, я не могу назвать их избранными. Потому что... Ну, язык у меня просто не поворачивается. Давай сделаем бинты. И попробуем... Вам чего-то не хватает? Так. Ну, все-таки я хочу сделать бинты, чтобы они у меня подлечились и уже отправились на это задание. Так. Давайте тогда собирайте листву. Так. Подожди, подожди, подожди. Отлично. Все, не надо собирать. Древесину. Собирайте просто листву. Пока нам этого хватит. Отлично. То есть, смотри. Мы сейчас соберем листву. Сделаем бинты. У нас сразу они используют эту аптечку. Аптечку. И мы их отправим на задание. И сделаем заодно... Сколько нам еще нужно? А, нам нужно еще выполнить... Слушай, довольно много. Я думал, нам осталось еще 2-3 задания, но нет. Придется постараться перед третьим уровнем. А на третьем уровне, ну, да. Там довольно много событий, которые предполагают от нас каких-то усилий. Да и тут скоро, скорее всего, у нас будут перевоплощаться наши кучи навоза. Так что надо уже что-то делать. И чем лучше, точнее, чем быстрее мы получим третий уровень науки, тем лучше. Потому что у нас появится возможность сбрасывать вот весь этот компост в отдельную емкость. Ну и заниматься фермерством. Что, в принципе, тоже неплохо. Так, все, они восстановились. И мы теперь можем отправить нашу экспедицию. Подожди. А нам... Мы же можем еще одного человека, получается, одеть в этот амулет. Подожди. Так. Сейчас. Давай он оденет. Это, получается, у нас вот этот. Я, правда, не понял, кто из них. Сейчас, подожди-ка. А, нет, он еще не одел. Вот он, получается, у нас что-то собирает. Подожди, а кто из них, кто? Я не понимаю. Сейчас. Давай. Подожди-ка. Вот он. Ага. То есть он сейчас оделся. Ну вот. Раз так, то мы, наверное, его и отправим. Два. И... Знаешь, у него вроде бы... А, нет, он восстановился. Ну ладно. Раз восстановился, то пускай уже идет на задание. Хотя можно было бы и других отправить, более прокаченных. Но, в принципе, я думаю, они справятся. Давай тогда сделаем штаны. Так. Где у нас тут броня? Да, можно было бы, в принципе, сделать уже деревянную броню себе. Но мы, наверное... Ага. Это еще что? То есть примитивная... Ага. Уже можно собирать себе какие-то предметы, которые ускоряют наш сбор припасов. Ну и прочего. Но не скажу, что это прям сильно нужно, учитывая, что прибавляет всего 20%. Хотя, учитывая, что они постоянно этим занимаются, наверное, это будет ощутимо. Ну, мы, наверное, сделаем какую-то одежду. И, наверное, это у нас будут сандали. Раз, два, три, четыре, пять. И, наверное... Ну, броню было бы неплохо сделать. Но я, наверное, сделаю... Так. А, нет, мне не хватает на кожаную броню. Поэтому придется что-то придумать. Придется что-то придумать. Так, смотри. М-м-м... Вообще. Давай сделаем хотя бы две вот таких вот тряпки. Которые могли бы у нас нацепить на себя наши... Наши клоны. И... Даже, я думаю, три. Давай посмотрим, чем они там занимаются. Так, а они уже убили всех пчел. При этом не потеряли особо здоровье. Так, а это еще что? Такое. Такое. Понятно. Что ж. Это у нас... Что-то связанное с лором. Ну, если у вас есть желание, можете нажать на стоп и прочитать. Так, а мы пока посмотрим, что у нас тут есть в плане снаряжения. Ну, я пока ничего не вижу. То есть тут нас... Что-то случайное может выпасть. Так, ну ты издеваешься. То есть ты мне предлагаешь нанести урон моему командиру, либо... Слушай, ну вообще, в принципе, вот это вот звучит неплохо. То есть все... Все деревья получают 20 дополнительных, ну, запасов прочности. То есть это не так плохо, по идее. Ну да, там, это будет геморно тогда его рубить, если оно перед базой. Но с другой стороны... А почему бы и нет? Нам древесины нужно довольно много. Особенно в начале... Нашего строительства. И чем он будет больше, тем лучше. Так что давай выберем, наверное, это. Так, и у нас ночь. На пятый день мы сможем запросить новый корабль. А пока что... У нас первая ночь. Первая ночь. Волшебная ночь, я бы сказал. Так, давай тогда мы... Начнем делать постели. Так. То есть у нас будет такая вот довольно большая комната. Там будет еще стол у нас потом. Стол деревянный. Так. Вообще, в принципе... Я думаю, этого... Как-то и много будет. Но... С другой стороны, почему бы и нет? Пускай... Пускай будет так. Так. Хотя... Дерево, конечно... На каждую комнату уйдет довольно много. Что не говорим. Ну ладно. Можно будет поставить какой-нибудь контейнер или что-то в этом духе. Так. Ну, а тем временем мы можем... Что-то себе придумать. То есть у нас уже, видимо, изготовили сандалия. Я надеюсь. Или нет. Видимо, еще не начали даже. Давай-ка посмотрим. Да, из сандалии уже изготовили. А это значит, что мы можем всем одеть сандальки. И исполнить одно из их желаний. Так. Второй. Давай тебе тоже оденем. А, нет, смотри. У этого, получается, нету. Хм. Так, ладно. Давай тогда новые зоны для сна назначим. Это у нас получится вот эта вот зона. И вот эта вот зона. Так. Вообще они как-то не очень охотно идут в те квадраты, которые я назначил им. Хм. Что довольно странно. Давай, наверное, вот эту зону уберем. Пока. И да, я планировал сделать здание довольно большим. Но сейчас... Сейчас, если честно, я не понимаю, как оно будет выглядеть. Потому что, ну, если все-таки делать каждую жилую комнату на четыре клетки, то какого размера просто у нас должен быть этот дом, чтобы на всех, про всех хватило. А жителей у нас будет около десяти. То есть... Ну, да. Зданица получится огромным. Так, и древесины нам хватает? Ну, вообще хватает. Я не знаю, почему он не может достроить эту кровать. Ну, ладно. Его дело. Что ж. А мы, наверное, сделаем себе... Сейчас. Подожди. Что у нас там по исследованиям? Так. Угу. Это я понял. А, давай, может быть... Отправим их на охоту. На кабана. Правда... Хм... Даже и не знаю, насколько далеко это получится. Давай посмотрим. Насколько далеко нас отправят. Так, они даже сами не знают, куда отправляться. Судя по всему. Если честно, я не видел здесь кабанов. Хм. Что довольно, если честно, странно. Но... Ладно. Давай, наверное, отменим это задание. Так. Что у нас тут есть? Ну, вообще, в принципе, можно было бы отправить... Сейчас. То есть, вот нам обещают вот тут древесину. Но... Да, с одной стороны, это близко. С другой... Тут придется помучиться. То есть, смотри. У нас тут... А, сколько? 39 здоровья. 34 здоровья. Ну, да. Это довольно тяжелый бой будет. И я не уверен, что они справятся. То есть, да. Мы можем, конечно, отправить их всех. Но... Сколько сил у меня просто уйдет на это все. Хотя... Знаешь, можно было бы... Можно было бы всех их отправить на сражение. И уже... Посмотреть, что из этого получится. Но черт подери, эти палки, они меня пугают. Мне кажется, они не справятся. Поэтому... Поэтому... Давай, наверное, все-таки повременим. И отправим их... Ну... Почему бы не собирать морковку? Так. Тем более, это в другой стороне находится. И я надеюсь, что там... Как раз-таки сложностей у них не возникнет. Так. То есть... Смотри. Тут раз, два, три, четыре противника с этими палками. Ага. Да. И один из них... А, это морковка. Это мне морковку показывают. Ну, в принципе... В принципе, можно было бы отправить их сразиться с этими бандитами. Но что-то мне подсказывает, что... Бой будет довольно тяжелый. Давай, может быть... А, смотри, капсула. Ага. И тут какой-то пастор. Нет. Я на это не согласен. Давай, наверное, отменим задание. И... Разберемся вот с этими бандитами. Атакуем их группой. Причем... Всей нашей... Компанией. Раз, два, три... Четыре... Подожди. А там же должны были... Да, все отправились. Отлично. То есть... Сейчас мы попробуем... Напасть на одного бандита. Как-то его... Да, подтянуть к себе. И... Быстренько с ним расправиться. Так... Слушай, ну... Наверное... На первый день нам этого хвастит приключения. Ребят, давайте... Вы молодцы, но... Пожалуйста, отойдите в сторону. Потому что если вы... Да, отлично. Они отошли. Ну, конечно, это довольно тяжело с вот этими бандитами сражаться. Потому что... Вот один бандит... Мы его забивали толпой, и он уже отнял нам 40%. Да, конечно, тяжело нам будет. Довольно тяжело. Ну, что ж. Ничего не попишешь. Видимо, одно из событий у нас... Выдало этим бандитам оружие. И... Теперь нам придется с этим как-то мириться. Что ж. Мы, конечно, сами можем создать себе деревянный молот. Но... С лазерным каким-то мечом оно не сравнится. Хотя у них какие-то палки с электрошоком. Но, все же. Вы меня поняли. Так. Ну, пока что у нас получается вроде бы неплохо. То есть мы можем сейчас делать вот такую вот основу под вторую комнату. Сделать вот тут стенку. И поставить кровать. В принципе, мне кажется, будет очень даже неплохо. Так. Подожди-ка. Ну-ну. Давай, достраивай. Ай. Так. И... Теперь еще... Не хватает. Подожди. Мне кажется, если мы поставим вот тут импол, то они смогут с этой стороны уже забегать сюда. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Давай посмотрим. Четыре древесины уходят у нас на... Получается... Пол. И две древесины на стенку. Так. Вообще, можно было бы вот это вот, может быть, исследовать. Давай посмотрим, что там у нас находится. То есть вот они, получается, бегут. Вроде бы никого не встречают. И наталкиваются на бандитов. Ага. Нет, это... Это будет очень даже тяжкий бой. И что-то мне подсказывает, что мы не справимся. Так. Ладно. Давай сейчас тогда попробуем доделать какие-то предметы обихода. Ну. Сейчас. Подожди. Где у нас кровать была? То есть... Где-то получается... Вот. Нет, нет, нет. Вот. Кровать. И мы ее ставим, получается, в самый угол. Ага. Ну вот. Надеюсь, что там проблем у них не будет. И теперь мы можем одеть наших жителей. Вот. Так. Так. Сандали. Отлично. Вроде бы одели его полностью. Теперь тебя оденем. Ботинки. В принципе, этого ему будет достаточно. Так. И тебя, конечно же. Что у тебя есть? Тоже штаны. И, конечно же, сандали. И вот мы и одели весь свой отряд. Конечно, они все равно чем-то недовольны. Но все же, мне кажется, уже у нас получается неплохо. У нас тут замечается, вроде бы, красивый домик. И мы можем... Так. Эта куча меня пугает. Она довольно большая. И если так пойдет дальше, то рано или поздно она превратится в голема у нас. Подожди. А где капсула? Капсула, капсула у нас находится в той стороне. И, конечно же, нам придется там сразиться с бандитами. Да? Давай посмотрим. Слушай, ну три бандита это... Не так. Должно быть. Сложно. Хотя можно было бы расправиться вот с теми, которые у меня перед базой. 39 здоровья и... Я даже и не знаю. Фуф. Фуф. Что у нас база рядом. Почему бы и нет. Да, давай, наверное, все-таки мы... Вот он сейчас достроит. И мы попробуем сделать бинты и отправить наших людей на это сражение. Так. Что же тебе не нравится? Ты же одет. Или... А, я сандали ему не одел. Конечно же. Ты думаешь, что он там недовольный? А, я ему не выдал сандали. Так. И на тебя не хватило штанов. Да? Давай тогда тебе сделаем штаны. Так. То есть это получается на второй странице у нас... Вот они штаны. Сейчас мы их туда изготовим. И, надеюсь, наш житель успокоится. Что же вам все не нравится-то? Сейчас. Подожди. Он поднимется. И мы тогда... Изготовим кровать. И все, что там они захотят. Вообще, мне нужно будет все-таки, видимо, делать деревянную броню. Потому что на другую мне не хватит... Не хватит ресурсов. Ну-ка. Подожди. То есть, вот, смотри. Меня отсылает вот в ту сторону. А там у нас один бандит. Слушай, ну, один бандит это не пять человек. Поэтому давай, может быть, отправим туда какое-то количество своих бойцов. Раз, два, три. Надеюсь, трех бойцов мне хватит на все это дело. Учитывая, что у них полное здоровье, заодно посмотрим, как они справятся с этим противником. Мне придется с ними так или иначе считаться. Так что лучше набить себе пару синяков и вообще понимать, сможем ли мы как-то с ними справляться или нет. Что-то мне подсказывает, что сейчас кто-то из наших довольно сильно пострадает. Так, вот он подходит. Что же. Давай посмотрим, что из этого получится. Семь здоровья отнимает! Да елки-палки. Ты издеваешься. Слушай, ну, конечно, агимает он довольно много, но... Кое-когда мы справились. Нам, получается, нужен житель, который уменьшает урон. А это... Ну... Довольно много требует очков вложений. Так, вот мы, получается, сделали это задание. И нам нужно еще шесть заданий выполнить перед тем, как мы перейдем на третий уровень науки. Так... Надо зону туалета поставить себе подальше, потому что иначе... Ах, я даже и не знаю, что... Вообще, можно было бы как-то это отнести... То есть, куда-то вот туда... И вот это вот тоже подальше. Так... Отлично. Чтобы не воняло. Так... И, наверное, вот это тоже добро все отнести. Отлично. Ну, теперь, когда мы все это сделали, мы можем... А... Приодеть своих... Жителей. Так... Кого из вас я не одел? Может, был кто-то жаловался, но... Я... Почему-то не могу найти, кто именно. Так, они сейчас жалуются на то, что они воняют. Если честно, я тут не знаю даже, как ему помочь, потому что... Пока что у нас ничего нет. И, скорее всего, все будет только хуже. Так, вот эта огромная куча. Ммм... Источающий запах. Ну, ладно, давай тут ее поставим. И посмотрим, что у нас... Не хватает древесины. Не хватает древесины... А, вы листву только добываете сейчас, да? Так... Ну, давай тогда ты... Дособерешь. И нам советуют как раз-таки... Сделать мастерскую. Что, в принципе... Не так уж и сложно, потому что... А, у нас есть... Комната. И, в принципе, этого уже достаточно. Нет, ну... Как? Станок мы сделали. Стены мы сейчас... Кое-когда оформим. Что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. Пока-пока. И всего хорошего. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok